Доброго времени суток! Меня зовут Николай и я хочу рассказать вам про свою разработку программы VKMoney. VKMoney это система, позволяющая организовать поток клиентов для малого и среднего бизнеса из социальной сети ВКонтакте, а также существенно увеличить уже существующий канал продаж из VK. Основные возможности VKMoney. Автоматизированный поиск потенциальных клиентов. Это значит, что один раз настрой в программу, вы каждый день будете иметь список потенциальных клиентов для работы. Привлечение внимания целевой аудитории. Программа VKMoney умеет привлекать внимание к вашему предложению по продаже или услугам многими способами. Подробнее об этом дальше в этом ролике. Также VKMoney умеет наполнять целевой аудиторией вашей группы и мероприятия. Об этом тоже далее. И еще одной уникальной возможностью VKMoney является то, что прямо из нее вы можете одновременно работать с несколькими аккаунтами ВК, как будто переключаете вкладки браузера. Благодаря сочетанию этих качеств, VKMoney дает отличную эффективность и удобство в работе. Сначала я хочу рассказать вам про основную схему работы с VKMoney. После настройки программы она ежедневно вычленяет из пользователей VK вашу целевую аудиторию для последующей обработки. Когда целевая аудитория найдена, программа начинает осуществлять лайки фотографий найденных пользователей VK. То есть программа заходит на страницу к каждому человеку и ставит отметку «Мне нравится» на 3-4 его фотографии. При работе с аккаунтами программа за сутки может обработать до 1200 человек. То есть 1200 человеком она поставит 3-4 лайка. Зачем это делается? Когда человек видит, что кто-то залайкал 3-4 его фотографии, то с очень большой вероятностью он зайдет посмотреть, кто же поставил ему столько лайков. И именно тогда он в первый раз познакомится с вашим предложением. Как именно, будет рассказано дальше. Так вот, после того, как целевая аудитория отлайкана, она становится уже чуть-чуть более подготовленной и теплой. В данный момент уже могут произойти первые продажи, так как это ведь была выбрана целевая аудитория и она уже один раз увидела ваше предложение. Также после лайков появятся входящие заявки, в друзья и возможно различные вопросы от отлайканных пользователей. После того, как лайки поставлены, через некоторое время программа отправляет заявки в друзья. При этом она отправляет заявку в друзья именно от того аккаунта, от которого ставились лайки конкретному человеку. Поскольку аудитория уже подготовлена лайками, то процент принятых заявок в друзья в этом случае значительно выше, чем без предварительных лайков. За сутки при работе от пяти аккаунтов программа делает 240 заявок в друзья. Что происходит дальше? Пользователи ВК, которым были отправлены заявки в друзья, с очень большой вероятностью захотят посмотреть, кто им отправил заявку в друзья. И здесь уже второй раз увидят ваше торговое предложение. Соответственно, от заявок в друзья мы также получаем продажи. Таким образом мы переводим теплую аудиторию в дружественную. Следующим этапом нашей работы будет наполнение групп, связанных с нашим бизнесом. Для этого ВК-мани умеет отправлять приглашение в группу. За сутки от пяти аккаунтов программа приглашает до 200 человек в вашу группу. Поскольку группа напрямую связана с вашим бизнесом, то пользователей, вступивших в нее, можно считать клиентской базой. Соответственно, это напрямую ведет к продажам. Но это еще не все. Когда численность вашей группы будет достаточно, вы можете создавать разные мероприятия. Например, мастер-классы, обучающие вебинары или распродажи. И при помощи ВК-мани приглашать на эти мероприятия всех участников своих групп. В день до нескольких тысяч человек. Это опять же позволяет делать ВК-мани. Что, как следствие, опять же неминуемо приведет к продажам. Таким образом, вы видите, что ВК-мани помогает наладить и постоянно увеличивать поток продаж из социальной сети ВКонтакте. Дальше я остановлюсь подробнее на шагах данной схемы и покажу, как настраивать ВК-мани, как программа ищет и обрабатывает целевую аудиторию. Также я расскажу, какие именно подготовительные шаги необходимо сделать, чтобы начать продавать при помощи ВК-мани. Для настройки ВК-мани вы должны будете отобрать группы ВК, которые напрямую относятся к вашему торговому предложению. Например, если я хочу продавать набор для экономии воды, то логичным будет предположить, что моя целевая аудитория интересуется группами по экономии. Таких групп ВК несколько сотен. Я ставлю 30-40 групп по экономии на отслеживание, и программа начинает отслеживать всех новых вступивших в эти группы людей. Почему именно вновь вступивших? Дело в том, что если человек сейчас вступает в группу, значит эта тема интересует его именно сейчас, и значит он и есть наша самая целевая аудитория. Маленький пример с жизнью. Если я купил себе автомобиль Toyota, то я вступаю в группу по автомобилям Toyota. Но через полгода я могу купить себе автомобиль другой марки и забыть отписаться от группы про Toyota. Таким образом, именно недавно вступившие в группу участники являются самой целевой аудиторией. Вокомания каждый день собирает вновь вступивших в группу участников и просеивает их через фильтр отслеживания, в котором вы можете указать интересующий вас город, страну, возраст и получастника. После просеивания через фильтр отслеживания участники попадают в рабочий список программы. Важно заметить, что программа сделана таким образом, что один пользователь не может попасть в рабочий список дважды. Даже если он вступил в несколько групп сегодня или завтра вступит в какие-то еще отслеживаемые группы, он все равно в программе будет один раз. То есть программа никогда не добавит пользователя, если он уже есть в рабочем списке. Такой алгоритм позволяет исключить ситуации, когда пользователь будет приглашен в друзья или залайкан с нескольких ваших аккаунтов. Теперь, собственно, давайте разберем, какие подготовительные действия необходимо произвести для начала работы в своей команде. Во-первых, вам понадобится ваш реальный рабочий аккаунт, от которого вы будете продавать ваши товары, оказывать услуги или проводить консультации. В общем, это должен быть ваш реальный аккаунт, от которого вы ведете свою деятельность ВКонтакте. Важно, чтобы в этом аккаунте не было излишней личной информации. Фотографии профиля должны быть ваши, но сделанные профессиональным фотографом. Вы должны вызывать доверие как профессионал для той целевой аудитории, которой хотите адресовать ваше торговое предложение. От этого аккаунта должны создаваться группы и мероприятия. Этот аккаунт не заносится в программу ВК Мани. Дальше. Нам понадобится 5 аккаунтов для работы в ВК Мани. Будем называть их вымышленные персонажи. Лучше всего, если это будут аккаунты, зарегистрированные на реальные номера телефона. Оформленные эти аккаунты должны быть так, как будто это самые обыкновенные пользователи ВК. Это значит, что у них должно быть 3-5 личных фотографий, не менее 30-40 друзей и записи на стене. Перепосты с интересных групп, возможно, аудиозаписи. Рекомендуется в качестве персонажа делать женские аккаунты возрастом 25-35 лет. В качестве источника фотографий можете использовать одноклассники. Заранее сохранить 8-10 фотографий для каждого персонажа. Также советую ставить семейное положение замужем. Это увеличит доверие женской части целевой аудитории и уберет часть желающих познакомиться из мужской части. В общем, это должны быть как будто абсолютно реальные люди со своими интересами и жизнью. Еще раз, особенно заострю внимание, это должно быть как можно более приближенные к обычным пользователям ВК аккаунты. Чтобы любой, кто зашел на них, не смог сказать, а это не настоящий человек, это вымышленный аккаунт для рекламы. Это самое главное и обязательное правило. Иначе ваша реклама будет плохо работать, а аккаунты будут заморожены. Если они будут выглядеть недостаточно правдоподобно. Важно для вымышленных персонажей выбирать не гламурных красавиц, а обычных, но симпатичных женщин, девушек, которые будут вызывать просто симпатию и доверие к тому, кто зашел на их страницы. Чтобы работать эффективно, вы должны сделать несколько таких аккаунтов. Мы рекомендуем 5, потому как для 5 аккаунтов в программу встроена бесплатная антикапча. А при использовании более 5 аккаунтов, вам придется доплачивать за функцию антикапча. Также есть ограничения ВК, исходя из которых нельзя в сутки приглашать в группу более чем от 5 аккаунтов. Если вдруг за 24 часа вы вышлите приглашение в группу более чем от 5 аккаунтов, то немедленно получите бан всех аккаунтов и группы, без возможности восстановления. Поэтому рекомендуется использовать именно 5 аккаунтов, особенно если собираетесь наполнять группу. Все вымышленные аккаунты должны быть подключены к программе. После этого нам необходимо сделать рекламный пост в нашем основном рабочем аккаунте или группе. Рекламный пост должен содержать графический баннер размером 700 на 700 пикселей. Ублизительно. Маленькое отступление по правилам для баннера в рекламном посте. Первое. Баннер должен быть сделан обязательно профессиональным дизайнером за деньги. Он должен иметь профессиональный дизайн. Профессиональный дизайн баннера стоит от 500 до 800 рублей. И это те деньги, которые многократно окупятся, если дизайн будет хорошим. Так как отклики по профессионально созданным баннерам намного выше. И плохой по дизайну баннер может испортить всю вашу работу. Поэтому не стоит жалеть деньги и сразу заказать баннер у профессионала. Второе. Читаемый со стены ВК текст без нажатия на картинку. Это значит, что на рекламном баннере не должно быть много текста. Максимум 20-25 слов без учета предлогов. Текст с баннера должен читаться без раскрытия картинки в полный размер со стены. Чтоб человек, который перешел на страницу, мог прочитать текст на баннере, не открывая картинку. Третье правило. Призыв к действию. Например, написать в ЛС, записаться на семинар, записаться на вебинар, спросить консультацию и так далее. Лучше всего работают баннеры, в которых есть постановка проблемы и способ ее решения. К примеру, замучил лишний вес, запишитесь на бесплатную консультацию. Или не хватает денег на отдых у моря, запишитесь на бесплатный вебинар и узнаете, как можно зарабатывать в ВК. То есть проблема и ее решение. Также очень хорошо работает слово бесплатно, но его тоже надо применять правильно, чтобы у человека не вызывалось иллюзии излишней халявы, потому что это также может отбукнуть. Более развернутые консультации по баннерам и предложениям вы сможете получить в наших чатах поддержки Skype, которым получают доступ все пользователи в команде. Также всем пользователям становятся доступны обучающие материалы, тренинги и вебинары, посвященные развитию бизнеса в ВК на основе в ВК-мане. В них вы сможете подчеркнуть море знаний по социальной сети ВКонтакте и по строению доходного бизнеса в ней. Ну и, конечно, там вы сможете получить почти круглосуточную техническую поддержку, высказать свои пожелания по доработкам и расширению функционала программы. Так вот, после того, как вы разместили рекламный пост в своем основном рабочем аккаунте или группе, тот самый рекламный баннер, который мы сделали недавно, вы должны от имени каждого вымышленного персонажа сделать репост этого рекламного поста со своим небольшим, но похожим на реальным комментарием. К примеру, если баннер касается услуг макияжа и мастер зовут Вероника, то можно написать «Вероника, у тебя волшебные ручки, спасибо огромное!» и сделать перепост рекламной записи. Или «Вика, я тебя обожаю!» Если, к примеру, вы продаете набор для экономии воды, то можно сделать вот такой баннер. И написать вот такие отзывы у каждого вымышленного персонажа. В общем, вы это делаете для того, чтобы человек, который попадает на страницу вымышленного персонажа, сверху увидел ваш рекламный пост с отзывом, который очень похож на отзыв реального человека, который воспользовался вашими услугами или товаром, и которому они очень понравились. Это основная задача – сделать так, чтобы все выглядело как можно более живым и реальным. Это позволит свести риск заморозки вымышленного аккаунта к минимуму и очень сильно увеличит эффективность рекламы, если пользователь, зайдя на страницу, увидит, что это отзыв реального человека. После того, как вы сделали репост, можно запустить рабочий цикл программы. Программа будет сама лайкать до 1200 человек в сутки при использовании пяти вымышленных аккаунтов. Одному человеку при этом ставится 3-4 лайка, но только с одного вашего вымышленного персонажа. Программа строго следит за этим, и не получится так, что несколько вымышленных персонажей будут лайкать одного и того же человека. То есть одного человека будет лайкать только один ваш вымышленный персонаж. Когда пользователь ВК видит, что ему кто-то поставил 3-4 лайка, то, конечно, большая часть, около 60-70%, пойдет посмотреть, кто же это ставит мне лайки. И тут, на странице вымышленного персонажа, он видит верхний пост с отзывом, поинтересующий его тематик. Так как это ведь не просто пользователь ВК, это тематический пользователь, которого программа отобрала как целевую аудиторию. Значит, его потенциально интересует тема, которая затронута в вашем рекламном бане. А тут он видит объявление, касающееся, то есть баннер, касающийся этой темы, и еще и отзыв, восхищенный об этом. В общем, происходит первый контакт и, возможно, уже первые продажи вашего предложения. После того, как программа поставила лайки, она приглашает пользователей в друзья. Причем делает это от имени тех аккаунтов, от которых были лайки. То есть программа сначала ставит лайк человеку, 3-4 лайка, и через некоторое время приглашает его в друзья. Таким образом, за 24 часа программа рассылает до 240 заявок в друзья. Уже отлайканным пользователям. При этом, соответственно, происходит второй контакт с вашим рекламным предложением и, возможно, дополнительный продаж. Дальше. Если вы решили наполнять свою группу целевой аудиторией, то после принятия заявок в друзья, то есть когда заявки в друзья люди приняли, программа начинает рассылать приглашения в тематическую группу. Поскольку группа тематическая и аудитория выбрана, которая интересуется этой тематикой, то процент принятия приглашений намного выше, чем если просто вы сделаете какую-то группу и начнете приглашать туда всех подряд. Потому что аудитория заранее отобрана, уже целевая. После такой настройки можно запустить программу в круглосуточный режим работы. А дальше только общаться с людьми, которые будут писать, добавляться в друзья и вступать в группу. Когда размеры вашей группы будут уже существенными, вы можете приглашать людей на различные мероприятия, проводимые группой. Это опять же может делать в рекламе в автоматическом режиме. В сутки программа может пригласить до 2000 участников группы на мероприятие. То есть создаете мероприятие от имени группы, нажимаете на кнопочку, и программа приглашает всех участников вашей группы на это мероприятие. В следующем видео я расскажу вам, как настраивать в Экомане, покажу интерфейс и расскажу о всех дополнительных возможностях.